То всё уже вылилось на правый двух, а левый остался такой ни при чём. Он такой, уииии, я не пострадал в эксперименте, но это не точно. Я же сказал, что это не точно. 2хп представляет. Соло, мои всем, друзья, с вами 2хп, и сегодня мы снова играем в People Playground. У нас тут выкатили обновление 1.24, и на экранах вы видите основной элемент этого обновления. Это канистра, 25-литровая канистра. Добавили не так много чего, поэтому посмотрим сегодня. Опять зашёл на свою любимую карту субструктуре, поэтому здесь вот буквально вот в этой части практически все элементы обновления я расположил. Давайте смотреть, что добавили. Так, значит, что тут говорится? Liquid canister, this is a high-capacity container that is vulnerable to bullets and hay has a variable bnc. Что это значит? Это значит, что канистра очень вместимая, уязвима к пулям. Это мы сейчас проверим, где-то вот здесь это было. Ну вот, и имеет разную плавучесть. Вот, для этого я расположил здесь 5 канистр и по-разному их наполнил. Вот, смотрите, это заполнено на 25 литров. Здесь прикольный такой шильдик, который показывает количество заполнения. Вот этого прям очень не хватало, но ещё не хватает, конечно, физики самой воды. То есть, если ты берёшь какой-то контейнер, там, допустим, я сделаю баночку и хочу налить туда воды, чтобы она там осталась. Вот этого я жду в ППГ прям очень сильно. Итак, я отвлёкся. 20 литров, 10 литров, 5 литров и пустая. МПТУ. И сейчас я их просто возьму и сброшу в воду, и мы посмотрим, как они тут плавают по-разному, не по-разному. Ну, я, наверное, просто вот так их сдвину вбок, и мы посмотрим. Шплях, погнали! Я даже специально подсветочку сделал дна, потому что дно здесь просто очень тёмное. Итак, короче, 25 литровая, ну, в смысле, полностью заполненная и заполненная на 20, по-моему, литров, да? Да, на 20 литров везде адреналин, кстати, если что. Они полностью потонули. Причём, смотрите, 25-литровая, то есть заполненная полностью потонула первая, очень быстро, 20 литров, ну, так, неуверенно как-то тонула. Все остальные, это 10 литров, 5 литров и пустая, остались плавать на поверхности. Причём они плавают тоже по-разному, смотри, вот эта прям скачет, пустая. А эта немножечко так погрузилась. Ну, очень интересная механика, хочу я сказать. Так, следующий пункт. Пейнкиллер. Сирич. Пейнкиллер, это у нас обезболивающее. Как раз сейчас проверим, как действует обезболивающее. Нет, по-моему, это не здесь я проверял. Вот здесь, вот, вот, вот это. Итак, что мы сейчас здесь будем делать? Возьмём и выстрелим двум челопивлом прямо в пяточку из пистолета, чтобы их, конечно, не убить, чтобы какую-то они пейнюху испытали. Но, предварительно, на одного выльем вот этот, как раз-таки, Сирич. Вот он. Нет, вот он. Вот. Пейнкиллер. Real life's pain can be dangerous in high doses. Очень может быть опасный в больших дозах, но это, это мы проверим, наверное, уже в следующие разы. Итак, давайте я... Надеюсь, я правильно там посоединил пистолеты, чтобы это всё дело работало. Я вот так вот возьму, замедленный режим И нажму, и это все дело сработает Так, хорош Блин, я думал они будут лежать Что они начали тут скакать И сейчас возможно на левого попадет тоже бейнткиллер Так, ну как-то так получилось Итак, на правом у нас работает обезболивающее На левого обезболивающее не работает Кстати, обратите внимание, это новый элемент синяки Я его хотел на другом моменте испытывать Но тем не менее, здесь они тоже показаны Ну в принципе, если там какие-то сильные подтверждения То есть видите, левый скачет, потому что ему больно Он испытывает какие-то чувства А правый, ну просто сел Причем она, это сыворотка абсолютно Не сыворотка, точнее, а вещество Она абсолютно не защищает никак человека от кровопотери Или не влияет на регенерацию Она просто заставляет его более пассивно реагировать на боль Так, следующий пункт Humans will pass out when they experience too much G-force G-force это G-перегрузки Я для этого ничего здесь не ставил Для этого можно просто взять челопипла Поставить его Схватить за ногу Вот так вот очень просто И начать раскручивать И в какой-то момент Он там вроде потеряет сознание от этого Потому что до этого Главное его, ну не шмякнуть, а пол Потому что Ничего хорошего от этого не будет И чистота эксперимента пострадает Так, все, тихо, тихо Тихо Надо его аккуратно положить Смотри Вот, все, он Unconsciousness, понял? Без сознания Чисто из-за того, что я его раскрутил У него Кровь в голову ударила И он такой Ну вот, как-то так это работает Так, что там следующее Мотор лодки Reverse on Red Signal Ага, вот я специально Изобрел свою собственную лодку Вот такую супер модерновую И Я так понимаю, здесь есть Движение вперед И реверс Это движение назад Реверс, точнее И На реверсе Загорается красная лампочка Сие есть обновление Давайте я, наверное, лампу выключу Потому что они у меня немножко ФП сжрут Ну давайте смотреть Не знаю Включаю мотор Своей супер лодки Она начинает плыть Я, правда, не знаю, как Здесь включать реверс Реверс гир Ну, включил я реверс гир Но Че-то Как-то Подожди Что тебя переворачивает О, это же она Подводная лодка получилась Нифига себе Блин, ну не вижу, чтобы загоралась Какая-то красная лампочка Что за обман Везде обман Реверс Реверс, точнее Господи, почему я реверс Это называю Нет, я предположил Может, не видно Потому что там слишком светло Я вот сюда ее Расположу Нет Никакой Лампочки Нету Ничего не загорается Мотор лодки Реверс Он Ред Сигнал Ничего не понял Так, давайте проверим Насколько Влияет Выстрел На канистру Она может протекать То есть она может Продырявиться Я специально Готовил до этого Пистолет Здесь стоят Три чела Пипла Выстрелим Здесь, по-моему Я что-то такое Очень 25 лет По-моему Я сейчас Сейчас вспомню Там Кислота И Бон Итинг Сирыч По-моему Там прям Жестко Вообще Сейчас все будет Смотреть Давайте Стрелять В канистру Все это Выливается Очень Красиво Это все Смотрится Прям Отверстие Причем Там Где Где Были выстрелы То есть Там Куда я Стрелял Там Жидкость И выливается То есть Если я возьму Пистолет Перемещу Вот в эту Сторону И постреляю Здесь То Все уже Вылилось На Правый Двух А левый Остался Такой Ни при чем Я не пострадал В эксперименте Но это не точно Слушай Ну там Литр Еще есть Чего-то Странно Почему Он не Вылился А могу Я Вручную Вот так Нет Это уже Кровь Из него Выливается Интересно Кстати Интересно Я же Сказал Что это Не точно Написано Что Переработаны Полностью Шейдеры Человеческих Тел И из-за этого Старые постройки Могут Очень-очень Плохо Работать Так Здесь у нас Проверка Ожога Почему она Остыла Я здесь вроде 500 градусов Делал Сейчас Секундочку Вот 500 градусов Давайте смотреть Это будет у нас Да Это не то Это будет у нас Ожог Ну Какой-то сильный Получился ожог Он сразу Приделся Отжиматься По-моему Это выход По-моему Это хороший выход Потому что Когда сжимаешься Разгоняешь кровь Кровь Заживляет раны И все Все связано Видишь Вот такой Получился ожог Так И это у нас Будут синяки Я не уверен Конечно Что частота Эксперимента Будет Правильной Тем не менее Мы просто Спустим его С лестницы И Ну как бы Все же падали С лестницы Да После этого Очень-очень Много синяков У вас Вот смотри Стоп 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 Вот Это прям Ушиб Чисты воды Едем дальше Едем Прям По лестнице Блин У меня Правда Освещение Заканчивается Тут Эксперимент Приобретает Очень Мрачный Вид Что это Так Что за Скрин Надо Видеть Очень Правда Очень Темно Но Очень Смешно Так Там Есть Вообще Конец Есть Нам Нужно Переместить Наше Освещение Немножко Ниже Во Смотрите Давайте Рассмотрим Повнимательней Ну Башкой Он конечно Стукнулся Прям Изрядно Ну ты Смотри Идет Прям Отчетливо Изоживление То есть это был Синяк И он Со временем Заживает И Все И ничего не осталось Правда Чувак без сознания Но тем не менее Через какое-то время Я так понимаю Он в себя придет И все будет хорошо Так И зачитаю Оставшиеся однобления Не совсем значительные Но которые мы увидим Уже В следующих сериях По People Playground Обязательно Потому что Очень много Взаимодействуем с Челопиплами И просто не вижу Смысла тратить на них Время Потому что они Потому что их много Они мелкие И И все Так значит Тупые повреждения Вызывают синяки Новый вид Это мы посмотрели Пули Создают пулевые отверстия При ударе ножом Образуются колотые раны Прикосновение Горячим предметом И трение Вызывает Ожоговые раны Трение Кстати тоже Очень интересно Время остановки Имеет гораздо больше Короткий период Понятно что это такое Незначительная Оптимизация Рендеринга Другие Незначительные Оптимизации Конечности Не высасывают Жидкость Так быстро Когда обнажена Кость Третьи Светятся Когда виден В прозрачных Контейнерах Вот это Кстати прикольно Повышенная Устойчивость К силе тяжести Кипящие водоемы Не имеют плавучести Кривой перевод Изменение Погодных условий Таких как Дождь Снег И туман Теперь происходит Плавно А не резко Урон от силы Тяжести Больше не наносится Если организм Был заморожен Улучшенный звук Отдаленного Большого взрыва Улучшенное Столкновение С горс Ультрасильная Сыворотка Стала более мощной Жидкости Получили более Приятные названия Организмы Гниют Медленнее Увеличен Минимальный порог Повреждения От удара Для конечностей Теплоемкость Теперь рассчитывается С использованием Массы объекта В дополнение К размеру И свойства Материала Уменьшено Тепловыделение От объекта К воздуху И еще какие-то Незначительные Исправления Вот такое вот Небольшое Но Прикольное Обновление Конечно Больше всего Это коснулось Челопиплов У которых теперь Еще Более Симулятивная Система Повреждений Которая и так Была Блин Настолько Продвинутая Что не в каждой Игре Такое встретишь А сейчас Ну это просто Шедевр Думаю На этом Стоит закончить Спасибо Что смотрели Это видео Подписывайтесь На канал Ставьте нравится И до встречи В следующих Видосах Счастливо 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 Счастливо